Наш город расположен в Розле-Розовском море. Очень много промышленных и в этом городе в 43 году родилась церковь. Вот здесь вы видим, что сначала жил маленький домик, потом купили и построили большой дом. В 1902 году была реконструкция, и мы видим вот это здание слева. В 1902 году была реконструкция, и мы видим вот это здание слева. У нас был большой зал, вы видите, внизу 400 мест сидящий. У нас был большой зал, стоит 400 рублей. И в 1902 году мы построили балкон, справа там 10 часов. И в 1902 году мы построили балкон. Церковь насчитывала около 600 членов церкви. В 1902 году мы находимся в 1902 году. В 1902 году мы находимся в 1902 году. Ну, это я помню тоже, это молодежь. Молодежь была у нас достаточно много. У нас последний год, на Рождество, был детский хор, 80 человек. Молодежь имела большие программы, в том числе и евангелиционные, в Сибири, организовывая церкви. Молодежь была служить и была организован в евангелизации, в России. Молодежь каждый год ездила туда. Молодежь ездила туда. Были поездки на Кавказ и, в общем, жизнь молодежи кипела. Мы видим вот здесь крещение в некоторых водонемах. Здесь вот где-нибудь посередине, а возле моря. В 90-е годы, когда была свобода и открылись двери евангелизации, было около 93 человек крещаемых. В последнее время мы видим по 15-20 человек. И в основном это молодежь, но также и люди, которые приходили из мира. Было служение для инвалидов. И очень большое, около 150 инвалидов было охвачено по городу. И у них это было очень уникально, когда никто их никогда не купал на море. Мы их привозили на море и в колесках и без колесок. Их купали в море. И для них было очень страшно, что они были подключены в море, потому что не было. Для них были специальные лагерия, и... У них были для них разные лагерии, которые были построены ... Каждый месяц было собрание в нашей церкви и хорошее время, и это служение было на протяжении 7 лет, а потом пришло 24 февраля. Вот что происходит в нашей церкви? Это лицевая часть фанталии, вот мы видим крест остался, как символ того, что Христос умер за всех людей, как символ, что Иисус Христос умер в тот зон. Сегодня на этих фотографиях вы понимаете, что это только разрушение. Наши братья и сестры, молодые семьи, выехали немножко раньше, потому что в начале марта, кто-то уехал в середине марта. Мы с женой остались до конца. Мы с женой остались до конца. Мы с женой остались до конца. Посещали еще некоторые семьи. В основном я ездил в Иосифире для того, чтобы ободрить. Мы с женой остались до конца. Это наш город, дом всего от разрушений. Море, порт, это центр города с замечательным фонтаном, с красной крышей, это трампе фонтана, поездки по перешеложникам, до кассы 5. Здесь тоже фонтан, это была площадь мира, да? Здесь была фонтан, и была площадь Печер. Там многие люди наши, молодые семьи. Здесь очень много семьи, с многими динами. До оккупации, после оккупации, вот это здание, это трампе фонтана. Парти Иисус, если приняло, еще Парти Иисус дупал. До и после. Парти Иисус, еще Парти Иисус. Парти Иисус. Парти Иисус. Парти Иисус. Парти Иисус. Одним словом, город Мариуполь сравнили, сравняли, сравнили землю. Вот одна известная града, с красной крышей, и то, что осталось от него. Погибло очень-очень много людей, детей, взрослых, бедных людей. Уже. Один из всех, которые они видели, они были под Камын, это дастлась к тему, и даже не по-достру. Уже. 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 Початка возле драм театра и что сделали эти помешки? Это плав басейн, который давно давно построили, реконструировали, но все отрушили. Это транспорт и дома, которые служили полностью. Друзья, я думаю, что вы много видели на телевидении. Друзья, я знаю, что вы много видели. Телевидение мне передает ощущение этой атмосферы, которую я сейчас люблю. И не может дать то, что сенсори и атмосфера, которую я чувствую. И не дай никому, Господь, пережить все эти трудности, переживания и бомбежи. И Бог говорит, что ничего не было, пока не было. Однако еще и у нас были две отчеревки, которые были на сайте. Когда мы были в бомбе, у нас были в бомбе. У нас были в бомбе, а у нас были в бомбе. Были в бомбе, с 2 авиабомбы взяли в ночи. Субтитры делал DimaTorzok 80% людей, которые ранены на скорке, они не выживали, а утром, они не выживали. 80% людей, которые были оттенены на скорке, они не были сопротивления. Они не умерли. Сейчас мы шансировали в России, но все мурицы. И сейчас, на сегодняшний час, Бесерика наша преследовала. Бесерика погибла 11 человек. Четверо молодых парней, у которых остались бихи, один молодой парень, которым исполнилось 23 года. Три человека пропали у нас в близость. Мы не знаем верение, не похоронили, не знаем. Остальные наши братья и сестры по всему лесу землю. Это Европа, это Скандинавия, это Америка, это даже в России, потому что там Россия живет. Вот поэтому сегодня мы с вами, потому что у нас были, у нас переживания и благодарные страны. И Германия, например, у нас, у нас необходимости. Поэтому мы благодарим вам, что вы понимаете, поддерживаете и самое главное мнение. Почему? Да, мы можем отъявить в Мурсумент, только военные с целью церкви. Потому что мы не экспериментами еще. Поэтому как Господь богословит вас? Влече я здесь потом в Мурсументе приезжаю. А сейчас музыкальный блок и участие в Мурсументе подправляются? лаборатория